Добрый день, друзья! Программа «Час» с Еленой Гордон и я ее ведущая. Раймонд Карвер «На расстоянии». Рассказ. Она приехала в Милан на Рождество и хочет знать, что было, когда она была маленькая. И так всякий раз, когда они видятся, что случается не очень часто. — Расскажи, — говорит она. — Расскажи, что тогда было. Она отпевает глоток стриги, ждет, пристально на него смотрит. Спокойная, стройная, привлекательная девушка, прирожденная воительница. — Это было давно. Двадцать лет прошло, — говорит он. Они сидят в его квартире на Виа Фаброне возле парка Кассины. Ты же все помнишь. Давай, рассказывай. Что ты хочешь услышать? Что тебе рассказать? — Случилась одна история, когда ты была совсем малышкой. Она и тебя касается. Правда, совсем чуть-чуть. — Расскажи, — требует она. — Только сперва налей нам еще, чтобы не пришлось потом прерываться на середине. Он приносит из кухни напитки, устраивается в кресле и начинает. Они и сами были совсем детьми, но поженились. Очень уж были друг в друга влюблены. Тут восемнадцатилетний паренек и его семнадцатилетняя подружка. А вскоре у них родилась дочка. Малышка появилась в конце ноября, во время сильных морозов, которые пришлись как раз на окончание сезона охоты на водоплавающую дичь в их краях. Понимаешь, парень любил охоту. В том-то все и дело. Парнишка и его девушка, вернее, уже муж и жена, отец и мать, жили в трехкомнатной квартире под кабинетом зубного врача. Каждый вечер они убирали кабинет в счет платы за квартиру. Летом они занимались газоном и цветами, а зимой парень расчищал дорожки от снега и посыпал тротуар солью. Детишки, как я сказал, безумно друг друга любили. К тому же они строили большие планы и безудержно мечтали. Постоянно говорили о том, что сделают и где побывают. Он встает с кресла и долго смотрит в окно на черепичные крыши и на густо падающий снег в предвечернем свете. Дальше, говорит она, парень и девушка спали в спальне, а кроватку малышки они поставили в гостиной. Ей было три недели, и она только-только начала спать по ночам. Как-то в субботу вечером, закончив уборку, парень зашел в личный кабинет зубного врача, уселся, положив ноги на стол, и позвонил Карлу Сазерленду, старому другу отца. Они вместе охотились и рыбачили. «Карл», — сказал он, когда тот взял трубку, — «я стал отцом, у нас девочка». «Поздравляю, сынок», — сказал Карл. «Как жена?» «Хорошо. И с малышкой тоже все хорошо. У нас у всех все хорошо». «Вот и славно», — сказал Карл. «Рад это слышать. Передай жене мои наилучшие пожелания. Если звонишь насчет охоты, вот я тебе что скажу. Гусей просто тучи. По-моему, я никогда столько не видел, а я уже не первый год охочусь. Сегодня добыл пять. Утром поеду опять, если хочешь, поедем вместе». «Хочу», — говорит парень. «Я потому и звоню». «Тогда подъезжай к половине шестого. Патронов бери побольше. На пристрелку тоже понадобится. Тогда до завтра». Парню нравился этот человек. Он был другом отца, который к тому времени уже умер. После смерти отца, может быть, чтобы как-то восполнить потерю, парнишка и Карл Сазерленд стали вместе охотиться. Сазерленд был худой, лысоватый, жил один и не любил болтать. Иногда парнишке в его компании было неловко. Он думал, что что-то не то сказал или сделал. Он не привык общаться с людьми, которые подолгу молчат. Но была в отцове-друге какая-то основательность. И лес он знал хорошо. И парня это восхищало. Он повесил трубку и спустился домой рассказать об этом девушке. Она смотрела, как он достает вещи. Охотничью куртку, патронтаж, ботинки, носки, шапку, шерстяное белье, ружье. «Когда вернешься?» спросила она тогда. «Часов в двенадцать. А может, в пять или в шесть? Это поздно». «Нормально. Мы справимся. А ты поезжай, развейся. Ты заслужил. Может, завтра вечером нарядим Кэтрин и сходим в гости к Салли?» «Да, мысль неплохая», — сказал он. «Давай обсудим». Салли была сестрой девушки, старше ее, на десять лет. Парнишка был в нее немного влюблен. Он и в Бетси, другую сестру жены был немножко влюблен. Он говаривал, «Не будь мы женаты, я бы приударил за Салли». «А Бетси?» спросила как-то девушка. «Как не обидно, она красивее, чем мы с Салли. Как насчет Бетси?» «И за Бетси тоже», — засмеялся парень. «Правда, не так, как за Салли. Есть в Салли что-то такое, что берет за живое. Нет, я бы, наверное, предпочел Салли, если бы пришлось выбирать». «Но кого ты любишь по-настоящему?» спросила девушка. «Кого ты любишь больше всех на свете? Кто твоя жена?» «Ты», — сказал парень. «И мы всегда будем друг друга любить?» спросила девушка. Он видел, что ей безумно нравится этот разговор. «Всегда. И всегда будем вместе. Мы с тобой как канадские гуси», — сказал он. Это сравнение сразу уже пришло ему на ум, поскольку гуси в те дни частенько занимали его мысли. «Они выбирают себе пару только раз в жизни, выбирают пока еще молодые и навсегда остаются вместе. Если один умрет или еще что, второй так и будет жить один. Может, даже останется в стае, но будет сам по себе. Все гуси вокруг семейные, а он будет один». «Как грустно», — сказала девушка. «Так, наверное, еще грустнее, когда один, но живешь в стае. Легче уж, когда сам по себе». «Грустно», — согласился парень. «Но это закон природы». «Ты кого-нибудь из них убивал?» спросила девушка. «Ну, ты понимаешь, да?» Он кивнул. «Раза два-три случалось. Подстрелишь гуси, а потом видишь, как от стаи отделяется другой и начинает кружить и звать того, который лежит на земле. Ты его тогда тоже убивал?» обеспокоенно спросила она. «Если получалось. Иногда промахивался. И тебя это не тревожило?» «Ни разу», — ответил он. «Когда охотишься, об этом как-то не думаешь. Понимаешь, мне нравится все, что связано с гусями. Нравится просто смотреть на них, когда они охочись. Но жизнь полна всяких противоречий. Нельзя все время о них думать». После обеда он включил котел и помог искупать малышку. В который раз ему показалось чудом, что дочка похожа и на него, глаза и рот, и на жену, носик и подбородок. Он припудрил крохотное тельце присыпкой, потом попудрил между пальчиками рук и ног. Посмотрел, как жена надевает на малышку подгузник и пижамку. Он вылил воду из ванночки в поддон душевой кабины и вышел на улицу, чтобы подняться потом наверх. Было холодно и облачно. Изо рта у него вырывался пар. Он позволил себе помечтать о том, что будет завтра, о том, как будут кружить над ним гуси и как ружье будет ударять от отдачи в плечо. Потом он запер дверь и спустился вниз. Они попробовали читать в постели, но оба уснули. Сперва она уронила журнал «Настеганное одеяло». У него тоже слепались глаза, но он заставил себя подняться, проверил будильник и выключил лампу. Проснулся он от плача малышки. В гостиной горел свет. Девушка, стоя возле кроватки, укачивала малышку на руках. Через несколько минут она уложила ее, погасила свет и вернулась в спальню. Было два часа ночи, и парень снова заснул. Его опять разбудил плач. На этот раз девушка не проснулась. Прерывистый плач длился довольно долго. Потом, наконец, прекратился. Парнишка, прислушиваясь, начал дремать. Когда он снова открыл глаза, в гостиной горел свет. Он сел и включил лампу. Не знаю, что случилось. Она ходила по комнате с дочкой на руках. Я ее переодела и еще покормила. А она все плачет и плачет. Я так устала, боюсь, вдруг я ее уроню. «Иди ложись», — сказал парень. «Давай ее мне». Он встал и забрал у нее малышку. А она пошла назад в спальню. «Просто покачай ее несколько минут», — сказала девушка уже из спальни. «Может, заснет». Парень сел на диван и стал качать дочку на коленях, пока у той не закрылись глаза. У него тоже начали слепаться глаза. Он осторожно поднялся и уложил ее в кроватку. Было без четверти четыре, и он мог поспать еще сорок пять минут. Он юркнул в постель. Но минуты через три снова раздался плач. На этот раз они оба встали, и парень выругался. «Ты что?» — возмутилась девушка. «Если она заболела, или мало ли что еще. Может, не надо было ее купать?» Парень взял дочку на руки. Она задергала ножками и затихла. «Видишь», — сказал парень, «по-моему, все с ней в порядке». «Откуда ты знаешь?» — проворчала девушка. «Дай ее сюда». «Я знаю, ей что-то нужно. Только не знаю, что». «У нее, наверное, животик болит», — предположил парень. Девушка не ответила. Она качала дочурку на руках, не обращая внимания на мужа. Он подождал еще немного, а потом отправился в кухню и поставил воду, чтобы сварить кофе. Натянул шерстяное пелье, застегнулся. Потом стал искать одежду. «Что ты там делаешь?» — спросила девушка. «Собираюсь на охоту», — сказал он. «По-моему, тебе не стоит уходить. Может быть, позже, днем, если все обойдется. Но сейчас какая может быть охота? Я не хочу оставаться одна, она так плачет». «Карл на меня рассчитывает», — ответил парень. «Мы договорились». «А мне плевать, что договорились. И на Карла тоже. Я его совсем не знаю. Я просто не хочу, чтобы ты уходил. По-моему, ты даже думать об этом не должен, когда у нас такое творится». «Ты же видела, Карла, вы знакомы. Что значит, ты его не знаешь?» «Не в этом дело. Нечего цепляться к словам. Дело в том, что я не хочу, чтобы меня бросили одну с больным ребенком». «Погоди, ты не понимаешь. Нет, это ты не понимаешь. Я твоя жена. Это твоя дочь. Она заболела. Или что-то еще не так. Посмотри на нее. Почему она плачет? Ты не можешь бросить нас из-за какой-то охоты?» «Не устраивай истерику», — сказал он. «Ты же можешь охотиться когда угодно. С ребенком что-то не так. А ты хочешь нас бросить ради этой своей охоты?» Она заплакала. Положила малышку обратно в кроватку, но та снова начала кричать. Девушка спешно вытерла глаза рукавом ночной рубашки и снова взяла ее на руки. Парень медленно зашнуровал ботинки, надел рубашку, свитер и куртку. В кухне засвистел чайник. «Тебе придется выбрать», — сказала девушка. «Карл или мы?» «Я серьезно, выбирай». «Ты что?» — опешил парень. «Что слышал? Хочешь, чтобы у тебя была семья, выбирай». Они молча смотрели друг на друга. Потом парень взял охотничье снаряжение и пошел наверх. Через какое-то время включил двигатель машины, обошел ее, с подчеркнутым старанием счистил со стекол лед. За ночь похолодало, но небо расчистилось, и стали видны звезды. Они мерцали над его головой. Сидя за рулем, парень смотрел на звезды и поражался тому, как они далеко. Над крыльцом Карла горел свет. Его фургон был припаркован на дорожке. Двигатель работал на холостом ходу. Когда парень остановился у обочины, Карл вышел из машины. Ну а парень уже все для себя решил. «Может, поставишь машину во дворе?» — спросил Карл, когда парень подошел ближе. «Я готов, только свет погашу». «Как-то нехорошо получилось», — добавил он. «Я думал, ты проспал и только что вам звонил. Твоя жена сказала, что ты уехал. Нехорошо получилось». «Да ладно, ничего», — сказал парень, стараясь осторожнее выбирать слова. Он слегка потоптался и поднял вратник, сунул руки в карманы куртки. «Она не спала, Карл. Мы оба не спали. Похоже, с малышкой что-то не так. Не знаю, все плачет и плачет. Я, наверное, не смогу поехать, Карл. В другой раз. Ты бы мог просто позвонить, сынок», — сказал Карл. «И все. Не надо было приезжать, так бы и сказал. Подумаешь, охота. Хочешь — едешь. Не хочешь — нет. Это не важно. Будешь кофе. Я лучше поеду. Ну, тогда, наверное, и мне пора». Карл посмотрел на парнишку. Тот стоял на крыльце и молчал. «Прояснилось», — сказал Карл. «Думаю, сегодня особого толка не будет. Ты, судя по всему, не пропустишь ничего уж такого». Парень кивнул. «Увидимся, Карл. Пока», — ответил Карл. «Эй, и не слушай никого. Ты счастливчик. Серьезно говорю». Парень завел машину и подождал. Посмотрел, как Карл прошелся по дому и погасил везде свет. Потом тронулся с места и выехал на дорогу. В гостиной горел свет, но девушка спала в спальне, а ребенок с ней на кровати, рядом с ней, лежала спящая малышка. Парнишка снял ботинки, брюки и рубашку, изо всех сил стараясь не шуметь. В одних носках и шерстяном белье он сел на диван и прочел утреннюю газету. Вскоре за окном стало светать. Девушка и малышка все спали. Парень подождал еще, а потом пошел на кухню и начал жарить бекон. А через несколько минут она вышла в своем халатике и молча обняла его. «Эй, смотри, халат загорится», сказал парень. Она прижималась к нему, но и плиты тоже касалась. «Прости за то, что была ночь», попросила она. «Не знаю, что на меня нашло. Не знаю, зачем я такого наговорила. Ничего страшного. Погоди, дай бекон переверну». «Я не хотела срываться», сказала она. «Ужасно получилось». «Это я виноват», возразил он. «Как Кэтрин». «Хорошо. Не пойму, что с ней было. Ты уехал, я еще раз ее переодела, и она успокоилась. Совсем успокоилась и сразу заснула. Не знаю, что с ней было. Не сердись на нас». Парень засмеялся. «Я на вас не сержусь. Не болтай ерунду. Осторожно, сковородка горячая». «Ты садись, а я займусь завтраком». «Как думаешь, вафли к бекону подойдут?» «Еще как», сказал он. «Умираю, хочу есть». Она выложила бекон из сковородки, сделала тесто для вафель. Он сел за стол. Теперь на душе у него было спокойно. Он смотрел, как она хлопочет. Она вышла, чтобы закрыть дверь в спальню. В гостиной поставила пластинку, которую они оба любили. Не хотелось бы, чтобы опять кто-то проснулся. «Это точно», засмеялся парень. Она поставила перед ним тарелку с беконом, яичницей и вафлей. Поставила тарелку для себя. «Готово». «Выглядит здорово», сказал он. Намазал вафлю маслом и полил сиропом. Но только начал резать, опрокинул тарелку себе на колени. «Нет, ну надо же!» Он выскочил из-за стола. Девушка взглянула на него, увидела выражение его лица и засмеялась. «Ты бы видел себя сейчас», пробормотала она сквозь смех. Он посмотрел на свою измазанную сиропом нижнюю рубашку, на кусочки вафли, бекона и яичницы, прилипшие к сиропу, и тоже засмеялся. «Я умирал с голоду». Он сокрушенно покачал головой. «Умирал», отозвалась она со смехом. Он отлепил от себя рубашку, снял ее и бросил под дверь в ванной. Потом раскрыл объятие и девушка прильнула к нему. «Давай больше не будем ругаться», сказала она. «Не зачем, правда?» «Это точно», ответил он. «Больше не будем ругаться», повторила она. Парень ответил. «Не будем», и поцеловал ее. Он встает и снова наполняет бокалы. «Вот», говорит он, «собственно, это вся история. Ну да ничего особенного». «Неправда», возражает она. «Мне было очень даже интересно, если хочешь знать. И что? То есть, что было дальше?» Он пожимает плечами и отходит с бокалом к окну. Стемнело, но снег все еще идет. «Все меняется», говорит он. «Не знаю, как именно это происходит, но все меняется, независимо от того, замечаешь ли ты это, хочешь ты этого или нет». «Да», соглашается она, «все так, только». И не заканчивает фразу. Больше она об этом не заговаривает. Он смотрит на ее отражение в окне и видит, как она разглядывает свои ногти. Потом поднимает голову. Весело осведомляется, собирается ли он в конце концов показать ей город или нет. Он говорит, «Обывайся и пойдем». Но сам продолжает стоять у окна, вспоминая ту жизнь. Они смеялись, прижались друг к другу и смеялись до слез. А все остальное – холод. И то, куда он должен был уйти в этом холоде, их не касалось. По крайней мере, в тот момент. Раймонд Карвер. Близость. Рассказ. «Все равно мне надо было на запад по делам, поэтому я и заехал по пути в этот маленький городок, где живет моя бывшая жена. Мы не виделись с ней четыре года. Правда, время от времени, когда меня опубликовали, или просто упоминали в газете или журнале заметка, интервью, я ей все это пересылал. Что меня к этому побуждало? Сказать сложно. Почему-то мне казалось. А вдруг ей будет интересно. Так или иначе, ответа никогда от нее не было. Девять часов утра. Я заявился без звонка и, честно говоря, не представлял, что меня здесь ожидает. Но она меня впускает. И вроде бы даже не удивилась. Никаких рукопожатий и уж тем более никаких поцелуев. Она провожает меня в гостиную. Только я усаживаюсь, она уже несет мне кофе и тут же принимается за свое. Говорит, что она страдала из-за меня, что я заставил ее почувствовать себя униженной и беззащитной. Сомнений нет. Я снова дома. Ты сразу почувствовал вкус к измене, говорит она. Тебе всегда нравилось изменять. Хотя нет, не так, уточняет она. Во всяком случае, поначалу было не так. Тогда ты был другим. Да и я, наверное, тоже. Все тогда было по-другому, говорит она. Да, все началось, когда тебе стукнуло тридцать пять или тридцать шесть. Ну да, примерно тогда. Где-то на середине четвертого десятка. И понеслось. Ты вообще забыл, что я существую, что я рядом. И так ведь здорово все обстряпал, просто загляденье. Наверное, до сих пор собой гордишься. Иногда я готова была кричать, говорит она. И раз уж я решил ворошить прошлое, то о плохом и печальном лучше не вспоминать, говорит она. Лучше напрягись и вспомни что-нибудь хорошее, говорит она. Разве не было ничего хорошего? Да и вообще, давно пора сменить тему. Надоело все уже. Вот где уже. Опять сел на своего любимого конька, говорит она. Что было, то было. Потерянного не вернешь, говорит она. Трагедия? Да, трагедия, да еще какая. Господь свидетель. Но сколько можно? Тебе самому разве не надоело копаться в этом старье? Ради бога. Давай, наконец, забудем о том, что было, говорит она. Не будем бередить старые раны. У тебя ведь наверняка осталось для меня еще пара стрел в запасе. И знаешь, что я думаю? Что у тебя что-то не так с головой. Думаю, ты просто свихнулся окончательно. Ну да, ты, конечно, не веришь всему тому, что о тебе говорят. Ни единому слову, ни на минуту, говорит она. А знаешь, я бы могла им о тебе кое-что рассказать. Пришли их ко мне. Я им такого про тебя, пан, расскажу. И потом, друг, ты вообще меня слушаешь? Слушаю, слушаю, отвечаю я. Я весь внимания. А вот этого не надо, взрывается она. Я и так уже сыта этим по горло, придурок. Тебя вообще сегодня кто сюда звал? Уж точно не я, черт возьми, объявился тут. Здрасте, пожалуйста. Какого черта тебе от меня нужно? Крови моей хочешь? Еще крови? Все мало тебе? А я-то думала, хватит, накушался уже. Считай, что я для тебя умерла, говорит она. Я хочу, чтобы меня оставили, наконец, в покое. Все, что мне нужно, это чтобы меня оставили в покое и вообще забыли, что я существую. Слушай, мне 45, сейчас 45, а потом будет 55, а потом и 65. Так что, будь добр, отвали. Почему бы тебе не начать все с чистого листа, а заодно и посмотришь, с чем ты в итоге остался? Отчего бы тебе в самом деле не перевернуть страничку? Посмотрим, как у тебя получится. Тут ее разбирает смех. Я тоже смеюсь, но это от нервов. А знаешь что, говорит она, у меня ведь как-то был шанс, но я его упустила. Упустила, и все тут. Вряд ли я тебе об этом раньше рассказывала. А теперь что? Ты посмотри на меня. Посмотри. Посмотри хорошенько, пока есть такая возможность. Ты просто взял меня и выбросил, сукин ты сын. Тогда я была моложе и лучше. Ну, как человек, говорит она. Наверное, ты тоже, говорит она. Просто как человек я имею в виду. А иначе как? Тогда ты точно был лучше. Иначе я вообще бы не стала с тобой связываться. А ведь я так сильно тебя любила, говорит она. Я любила тебя до полного самозабвения. Честное слово, сильнее всего на свете. Да, представь себе. Сейчас вспомнит смех, да и только. Ты можешь себе такое представить? Когда-то давным-давно мы были с тобой так близки, что даже не верится. Сейчас мне даже чудно, как об этом подумаю. Как подумаю, что с кем-то могла быть в такой близости. Мы были так близки, что аж тошно вспоминать. Даже представить себе не могу, что можно еще с кем-то вот так, чтобы совсем-совсем близко. Больше со мной такого не случалось. Короче, все это я к чему, говорит она. Я хочу, чтобы никто больше ко мне с этим не лез. Никогда. Ты вообще кем себя возомнил? Богом или еще кем-нибудь? Да уж, если на то пошло, то ты Богу и подметки-то лизать не годишься. И не только ему, но и всем остальным, кстати говоря. Не с теми, с кем надо, водились мистер. Хотя почем мне знать? Теперь я даже не знаю, чего я вообще знаю. Я знаю, что мне никогда не нравилось, что ты вечно путался с кем-нибудь по пути. Вот уж то, что, а это я точно знаю. Ты же понимаешь, о чем я? Я права? Права, говорю я. Еще как права. А ты у нас всегда заранее совсем согласен, да? Ехитничает она. Слишком легко сдаешься. Впрочем, ты всегда был таким. У тебя же начисто отсутствуют принципы. Лишь бы не нарваться на скандал. Помнишь, как я бросилась на тебя с ножом? Она говорит об этом как бы не взначай, словно о каком-то пустяке. Смутно, отвечаю я. Что-то такое припоминаю. Наверняка так мне и надо было. Но продолжай. Расскажи, как было дело. Она мне. А, теперь я начинаю кое-что понимать. Похоже, я знаю, зачем ты здесь. Да, я определенно знаю, зачем ты сюда явился. Хотя, возможно, ты сам не знаешь, зачем. Впрочем, ты у нас тот еще жук. Все ты знаешь, зачем сюда пришел. Рыбку поудить пришел. За материальчиком для творчества поохотиться. Что, тепло? Я угадал? Расскажи мне про нож, прошу я. А она мне. Если хочешь знать, я до сих пор жалею, что не пустила его в ход. Жаль. Честное слово, очень жаль. Я столько раз об этом думала и ей-богу жалею, что я им не воспользовалась. А ведь была возможность. Но я промедлила. Промедлила и проиграла, как сказал когда-то именитый умник. Все-таки стоило пустить его в ход, а дальше к черту всех и вся. Надо было хоть разок полоснуть тебя по руке. Хотя бы так. Все-таки ты этого не сделала, говорю я. А ведь я подумал, что ты и впрямь зарежешь. Но ты не стала. И я его у тебя отобрал. Тебе всегда везло. Это она мне в ответ. Ты отобрал его и залепил мне пощечину. А я до сих пор жалею, что мне не удалось тебя порезать. Хоть чуть-чуть. Осталась бы от меня памятка. Интересно. Ты когда-нибудь о чем-нибудь сожалел? Хоть о чем-то, что сейчас там у вас на рынке котируется. Полагаю, немногое. Тебе лучше знать, что именно. Ты ведь теперь крупный специалист по этой части. Сожалел? Говорю я. Честно говоря, я не часто над этим задумываюсь, признаюсь я. Слово «сожалею» не самое употребимое в моем лексиконе. Я, наверное, почти никогда не испытываю сожалений. Конечно, я тоже замечаю, так сказать, темные стороны бытия иногда. А вот чтобы сожалеть о чем-то, это вряд ли. Знаешь, кто ты? Раздается в ответ. Ты самый настоящий сукин сын. Хладнокровный, бессердечный сукин сын. Тебе никогда об этом не говорили? Ты говорила, говорю я. Тысячу раз. Я всегда говорю только правду, даже если она глаза колет. Попробуй, поймай меня на лжи. Не выйдет, говорит она. У меня давным-давно глаза на все открылись, но было уже слишком поздно. У меня была возможность, но я ее упустила. Некоторое время я даже надеялась, что ты вернешься. С чего это я взяла? Не иначе, как была не в себе. Сейчас тоже могла бы разреветься, но этого удовольствия я тебе не доставлю. Знаешь что, продолжает она, по мне, так если бы ты даже сейчас горел, если бы ты в эту минуту вдруг заполыхал синим пламенем, то я бы ведра воды на тебя пожалела. И сама смеется над тем, что сказала. А потом ее лицо снова мрачнеет. Какого черта ты здесь делаешь? Хочешь еще послушать? Я так могу целыми днями. Думаю, я знаю, зачем ты сюда явился, но хотелось бы услышать это от тебя самого. Не дождавшись от меня ответа и увидев, что я сижу, как сидел, она продолжает. После того, как ты ушел, в общем, после этого мне все стало безразлично. Дети, Бог, все. Я даже толком не поняла, отчего мне так паршиво. Просто будто жить перестала. Жизнь шла, шла и вдруг остановилась. Причем не разом, а постепенно так, со скрипом. И я все думала, если я ничего для него не значу, то тогда я ничего не значу и для себя, и для всех остальных тоже. Вот что было хуже всего. Я думала, сердце не выдержит, разобьется. Да что это я в самом деле? Оно и разбилось. Конечно, разбилось. Разбилось и все тут. И до сих пор разбито, если тебе интересно. Вот тебе вкратце и весь сказ. Ты нашел себе кого-то еще? Ведь нашел? Долго ли, умеючи? И теперь счастлив. По крайней мере, так и тебе говорят. Теперь он вполне счастлив. Да-да, я все читала, что ты мне присылал. А ты думал, нет? Послушай, мистер, я всю твою душонку вижу насквозь. И всегда так было. И тогда я видела ее насквозь. И сейчас вижу. Заруби себе на носу. Я всю ее знаю вдоль и поперек, как облупленную. Если честно, у тебя не душа, а сплошные джунгли, темный лес, мусорный бачок. Если кому и вправду нужно про тебя чего накопать, то пусть поговорят со мной. Уж я-то знаю из какого-то теста. Пусть только явится. Я им столько про тебя всякого разного нарассказываю. Видели, знаем, дружочек мой. Отбыла свой срок. А ты выставлял меня всем на посмешище на своей так называемой работе. Чтобы потом все эти Том и Гарри дружно меня обсуждали или жалели. Ну, спроси меня, было мне до этого дело или нет. Спроси, как я должна была себя при этом чувствовать. Ну, валяй, спрашивай. Нет, говорю я, не буду я у тебя ничего спрашивать. Не хочу опять во все это лезть, говорю я. Еще бы ты хотел, черт возьми. И ты сам прекрасно знаешь, почему. Милый, ты только не обижайся. Но иногда мне кажется, что я готова тебя пристрелить, а потом стоять и смотреть, как ты дергаешься, выпаливает она. И снова, ты ведь даже в глаза посмотреть мне не можешь. Она говорит, прямо так и говорит, слово в слово, ты ведь даже в глаза посмотреть мне не можешь, когда я с тобой разговариваю. Ну, вот, пожалуйста, я смотрю ей в глаза. Хорошо, вот и прекрасно, теперь, может, во всем разберемся, говорит она. Так-то оно лучше. Все знают, по глазам о человеке можно много чего сказать. Но знаешь еще что? Я тебе скажу то, чего тебе больше никто на свете, кроме меня, сказать не может. Имею на это полное право. Уж его-то я заслужила, мальчик мой. Ты себя с кем-то спутал. В том-то и дело. Что я вообще могу знать, твердят все? Уже не знаю, сколько времени и так разобраться, кто я вообще такая. Как бы там ни было, но меня ты точно с кем-то спутал. Я ведь даже фамилию и то сменила. Все, нет больше ни той фамилии, с которой я родилась, ни той, с которой я жила с тобой, ни даже той, какая была у меня два года назад. К чему это все? Да и вообще какого черта? Я вот что тебе скажу. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Пожалуйста. Это что, преступление? Тебе что, кроме как сюда больше пойти некуда? Ни на какой там самолет часом не бежать? Разве тебя в эту самую минуту нигде не ждут? Нет, говорю я и повторяю еще раз. Нет, нигде, нигде меня не ждут. А потом я делаю вот что. Я протягиваю руку и сжимаю большим и указательным пальцем краешек ее рукава. И все. Сжимаю на миг и убираю руку. Она не отстраняется. она замирает. И тогда я делаю вот что. Я опускаюсь на колени. Это я-то, такой здоровенный парень, и хватаюсь руками за подол ее платье. Что я делаю здесь, стоя на коленях на полу? Мне и самому хотелось бы понять. Но я знаю, что именно здесь мне сейчас и нужно быть и стоять вот так, вцепившись в подол ее платье. С минуту она сидит не двигаясь, молча. Но через минуту снова начинает говорить. Эй, да брось ты в самом деле. Все нормально, дурачок. Ведешь себя иногда хуже маленького. Ну, вставай же, поднимайся, тебе говорю. Слушай, правда, все нормально. У меня уже все прошло? Не сразу, но прошло ведь. А ты как думал? Думал, не пройдет, что ли? А тут ты приходишь, и опять всплывает вся эта муть, весь этот кошмар. И мне потребовалась разрядка. Но и ты, и я, мы оба прекрасно знаем, что все это уже давным-давно позади, говорит. Долгое, очень долгое время, дорогой мой, я была безутешна. Безутешна, повторяет она. Можешь записать это слово к себе в блокнотик. Могу сказать по опыту, что во всем английском языке нет слова печальнее этого. Ну, да ладно. В конце концов все прошло. Кто-то из великих сказал, что время джентльмен или, может, усталая старуха. Это уж кому как больше нравится. Теперь у меня есть своя жизнь, говорит она. Она другая, не такая, как у тебя. Но, думаю, нам незачем сравнивать. Главное, что это моя жизнь, и чем старше я становлюсь, тем лучше должна это понимать. В любом случае, не стоит так сильно огорчаться, говорит она. Если слегка, то это ничего. Слегка тебе не повредит. В конце концов, по-другому и не бывает. Даже если ты не в состоянии сподобиться хоть на грамм сожаления. А теперь вставай и уходи, говорит она. Муж скоро придет обедать. И как прикажешь ему все это объяснять? Бред, конечно, полный, но я так и стою перед ней на коленях, не выпуская подолг ее платья. Не хочу выпускать, словно какой-то настырный терьер, а колени мои будто прилипли к полу. И я не могу пошевелиться. А она, вставай сейчас же. Ну что это такое? Тебе ведь еще что-то от меня нужно. Чего ты хочешь? Хочешь, чтобы я тебя простила? Ты поэтому так себя ведешь? Я угадала? Для этого ты проделал весь этот путь. Да еще эта история с ножом, которая так тебя вдохновила. По-моему, ты забыла уже все подробности. И тебе нужно было, чтобы я тебе напомнила. Ладно, так и быть. Я кое-что тебе скажу. Только уйди, ладно? Я прощаю тебя. Ну что, доволен? Так лучше. Теперь ты счастлив? Только поглядите на него, какой счастливый, говорит она. Но я стою, как стоял. На полу, на коленях. Она мне. Ты слышишь, что я тебе говорю? А теперь уходи. Эй, ну что же ты, дурачок? Милый, я же сказала, что прощаю тебя. Мы тут даже вспомнили с тобой эту историю с ножом. Даже не знаю, чем еще тебе помочь. Успокойся, детка. Произвел, произвел ты впечатление. А теперь тебе в самом деле пора уходить. Ну, вставай. Вот так, молодец. Ты же у нас большой мальчик, правда? Шляпу, шляпу не забудь. Ты же раньше никогда не носил шляпу. В жизни тебя в шляпе не видела. А теперь послушай меня, говорит она. Посмотри на меня и слушай, что я сейчас тебе скажу. Она приближается ко мне. Теперь она всего в каких-нибудь трех дюймах от моего лица. Так близко друг к другу мы не были уже очень давно. Я осторожно перевожу дух, тихонечко, чтобы она не услышала и жду. Но сердце все равно так и замирает. Просто напиши обо всем так, как считаешь нужным, а все лишнее выкинь, как обычно. Тебе это будет не так уж и трудно. Все-таки ты уже столько лет этим занимаешься. Ну вот, я все сделала, как ты хотел. Теперь ты свободен. По крайней мере, тебе так кажется. Свободен, наконец. Шутка. Не смейся только. В любом случае, тебе теперь стало легче? Разве нет? Она ведет меня за собой из гостиной. На ходу говорит. Даже не знаю, как бы я объяснила все это мужу, если бы он сейчас пришел. Но теперь-то уж кому какое дело, верно? Ведь в конечном итоге всем уже давно на все наплевать. Да и вообще, все, что могло произойти, уже произошло. Кстати, его зовут Фред. Мужик он порядочный и очень работящий и еще заботливый. И вот она провожает меня до двери, которая все это время оставалась открытой, до двери, которая все утро впускала в дом солнце и свежий воздух и еще звуки с улицы, а мы ничего этого не замечали. Я выглядываю наружу и, господи, в утреннем небе висит луна и вся такая белая. Не припомни, чтобы я видел в своей жизни что-то подобное, но я боюсь сказать хоть что-то. Да, я боюсь. Мало ли, что может произойти. Вдруг я расплачусь или сам не пойму, что сказал. Может, когда-нибудь ты вернешься, а может и нет, говорит она. «Покой, он ведь ненадолго приходит. Скоро у тебя опять станет муторно на душе. Может, из этого всего получится неплохой рассказ», говорит она. «Но даже если и так, я ничего не хочу об этом знать». Я прощаюсь с ней. Она не говорит мне больше ни слова. Молча смотрит на свои руки, потом прячет их в карманы платья, качает головой, возвращается в дом и на этот раз закрывает за собой дверь. Я иду по тротуару прочь. На том конце квартала какие-то дети пинают футбольный мяч, но это не мои дети и не ее. Повсюду одни сплошные листья, даже в канавах. Куда ни глянь, везде куча этих листьев. Я иду, а они все срываются и падают с веток. Шагу не сделаешь без того, чтобы не наступить на листья. Кому-то придется порядком потрудиться, кому-то придется взять метлу и все убрать. и все подходит. Субтитры